Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что мы не только поем, но мы думаем над тем, что поем и верим, что все наши источники в Боге сокрыты. И не в словах молитвенных речей, и не в песнях. Знаете, есть люди, которые устраивают то, что они просто помолились, они не думают, слышана молитва, не услышана. Есть люди, которые поют, и само пение удовлетворяет. Но когда мы это делаем, то мы молимся ли мы, или мы поем, или мы что-нибудь другое делаем, мы хотим вызвать поток благословения Божия. Нам этого оказывается мало. Есть люди, которым достаточно просто ходить в молитвенный дом. Они вообще не думают о том, а для чего я хожу. Вот хожу и нормально. Может быть и нормально, может быть когда-нибудь дойдет до сердца, для чего это надо. Это уже хорошо. Это гораздо лучше, чем те, которые вообще не ходят никуда. Если просто на этом остановиться, этого очень мало. Мы только тогда имеем удовлетворение, когда открывается Божий источник, мы от него питаемся и преобразуемся. Аминь. Вот это последнее. Если мы просто прослушали, были довольны, но нисколько не подумали, а мне же надо все-таки исполнять то, что я слушаю. Вот то, что я слушаю, это хорошо, это приятно, но это же еще не все. Надо поменяться где-то что-то. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день это слово Господне дошли до нашего сердца. Хорошо, чтобы он до сегодняшнего времени, до этого мгновения. Но и что будет лучше? Если у нас будет сильное желание, надо менять отношение к Господу. Надо менять отношение к делу Божьему. Надо меняться. И тогда это будет то, что Господь добивается от нашего сердца. Вы помните, два примера. Два человека строят дом. Один строит на песке, а другой строит на камне. И с одной стороны камень – это Иисус Христос. Да, но там Гриша говорит не об этом, а о том, что делай, выполняй, это камень. А если ты не делаешь, это пустое. Ходил, слушал, но в жизни притворял. В таком случае, Христос и камнем для тебя не был. Когда он является камнем, ты будешь делать. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу сказать. Люди часто говорят о Боге. Я вчера вел эту тему чистотещепно. Я сегодня чуть-чуть другую тему буду вести, потому что у меня вчера тоже были служения. То я вел речь о том, я вспоминал один текст писания из Притча, кажется, из Притча, или Псалман, где звучали такие слова. Говорит, ты близок в устах их, а от сет их ты очень-очень далек. Я очень боюсь этого. Я, когда говорил на праздник Пятидесятницы, я тоже не эту тему буду вести, я говорил на этот праздник, на вторую голову Деяния Апостолов, я обращал внимание не на тех, которые получили Дух Свят, а на тех, которые не получили. А его не получили набережные люди, которые пришли издалека, приехали куда надо, делали, что положено, чего еще больше надо. И ничего не получили. Их было больше, чем тех, которые получили. Вы помните эту историю? Там где около 120. А этих паломников, которые пришли далека, прошли путь, и не думали, куда мне идти? Там в Самарию где-то, или в Иерусалим? Мне надо в Иерусалим надо. Там живой Бог. Мы еще не называем это традиционностью, религиозностью, а Библия называет, вы помните как? Набожные. Набожные люди, которые с Богом, по сути дела, имели очень мало общего. И надо было менять. Наверное, по счастью, они получили кое-что. А с мыслями? И в чем они занимались? Самые умные они недоумевали. А что это значит? А более такие легкомышные, они сладкую вина напили. Смеяться начали. Они начали смеяться. Вот их работа была, набожных людей. И я сейчас там задал вопрос. Так сейчас, скажите, набожность, это хорошо или плохо? Они подумали, сказали, наполовину. Говорю, правильно. Уже лучше быть набожным, ну, Ханчималик мой дом, я имею в виду. Набожность есть и в других религиях. Набожные люди, я имею в виду. Нас именно. Меня они не интересуют. Сегодня для людей есть набожность все-таки культура. Это их марат, который ничего с Богом не имеет. Они так стараются, как правильную женщину руку подать, когда она выходит с автобуса. Но я не говорю, что очень плохо. Кто первый должен заходить? Кому двери? Я не говорю, что это плохо. Но с другой стороны. Это их набожность такая. Поэтому, если мы даже сегодня набожные, то, наверное, наполовину. Потому что лучше, чем быть беззаконником вообще. То лучше быть набожным. Но уже если видеть кое проблемы, то этого мало. Надо иметь полноценную жизнь в сердце. Чтобы то, что ты делаешь наружу, внутренний человек был с этим согласен. И радовался то, что делаешь добро, как сегодня брат Михаил говорил. А ведь бывает не всегда мы радуемся, когда делаем добро. Я вчера говорил, доброхотно даю, что любит Бог. Говорит, не с огорчением и не с принуждением. Там не говорится, что кто-то надо было что-то не делать. Я все равно буду заставлять делать. Однажды, один из братьев, когда у нас вот эти были молитвы, значит, областные, ну и мы даже приезжаем, постараем, деканомолим, там 3-4 часа, опять же, как получается. Говорит, ну я всегда объявляю, что я не буду делать перерыв, потому что, когда я делаю перерыв, люди расслабятся, тогда опять надо начинать. Начинать снова, все. Я это понял, говорю, никаких перерывов не будет. Кому надо выходить, выходите. Кто не хочет молиться, идите на улицу, сядьте. Но кто хочет молиться, мы будем молиться. Вот один из брат старцев, это с другого района, не с вашего района, говорит, перерыв надо делать. Я говорю, перерыв выделить не будем. Я вам объясняю, почему, потому что вот так и так, так и так. Я же вам объясняю всегда, значит, что кто не хочет молиться, не молитесь, он мне говорит, да ты заставляешь. Я говорю, как заставляю? Ну, как заставляю? Сам молишь, а я не пойду тогда. А я говорю, ну тогда и заставлял, и буду заставлять. Что-то интересное, я за твою церковь молюсь, а ты не хочешь, можешь молиться за свои церкови. А если я готовлю так, то я заставлял, и буду заставлять молиться. Вот он молился под принуждением. Я его заставил, оказывается. Ему уже было стыдно уходить, я молюсь, я могу уйти. И молился, слава Богу. Но гораздо лучше, когда мы это делаем, не под принуждением, не с огорчением, а добро охотно. Добро охотно делаем. Добро охотно. Можно делать добро и неохотно. Заставил и будешь делать, но тебе какая польза от этого. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы мы еще раз проверили сердце наше, потому что наше поведение, наши слова, наши манеры общения, хотели мы или не хотели, они оказывают влияние на людей. Или положительные, или отрицательные. Я буду читать, я хочу оставить время и для молитв, чтобы помолиться за каждого. Сегодня у вас не так много, это не тысяча человек, это невозможно. Можно будет за каждого помолиться, за нужду, за проблему каждого, конечно, не по полчаса, естественно, а так вот, как мы молимся в собраниях наших. Но я буду читать один текст Писания, и я немножко хотел бы, чтобы вы через него себя проверили. Я всегда говорил и буду говорить, невозможно проверить другого человека. По той простой причине, что мы не знаем его внутреннего мира, его мотивов. И поэтому и проверить трудно. Я это поясню немножко примером. Вы знаете, что иногда у нас есть доброе намерение, но мы так неуклюже сделаем что-то, что, кажется, лучше бы не делать. Бывает такое, правда? Ну, хотел же хорошо. Говорим, по закону подлости, как сегодня люди говорят. Как хочешь, хорошо. Совсем обратное возьмет, получится. Что-то, ну, не совсем так. И пожалуйста. А Бог, кто смотрит не только на результат, Он первый смотрит, что ты хотел. Ну да, и результат важен, потому что, если не получилось, ну, не можешь сказать, что тут, ну, это совсем не важно. Какая разница? Никакая разница. Но в данном случае Бог никогда осудят тебя не будет. Он знает, что ты хотел или что ты хотела. А я могу. Потому что я не знаю, что вы хотели. Я не знаю, что вы хотели. Поэтому Писание говорит, не судите, тогда не будьте судимы. Потому что Писание говорит, что еще будет сжать. Потому что я недавно опять-таки посещал церкви с одним братом, который говорил так, учил своих плен в церкви. В смысле, не переживайте ни за что. Грех, не грех, поморись, Бог простил, и все. Говорю, не, братья, не все. Бог простил. Возьмите за грех, смерть, ты не умрешь. А как с законом жатвы? Что посеял, будешь жать? Да мы-то видим, на глазах происходит. Сказал я грубое слово брату Михаилу. Он огорчился и уже со мной разговаривать не хочет. Я уже жну то, что я посеял. Но тут же никак наказание от Бога, нет. Здесь Бог не участвовал, Он не наказывал, Он ничего не делал. Но просто то, что я призваю, я тут же получаю. Сказал Михаилу Папад, заплакали вы, я уже жну. Или радость получаю, если я хотел, чтобы вы заплакали. Или я огорчился. Я уже тоже вкушаю от своего труда. Ну как это, будешь счастье жать, такого не бывает. Другое дело, наказание, как от Бога, это другой вопрос. И то написано, что бьет всякого сына, которого принимают. Написано так? Ну куда ты денешь это? Или он говорит, если мы имеем познание не произвольно грешим, то не остается жертву за грех. А что остается? Суд. Будешь расплакиваться. Это к твоему спасению? Я не новую мышь высказываю сегодня. Я просто беру одиннадцатую главу посадки к Коринфянам, начиная с 23-го стиха. Вы помните там, что написано? За то, что участвовал в трапезе Господней, не покаявшись, не думающий, не рассуждающий. Многие из вас неможны. И что еще? И больны. И что еще? И немало умирает. Это не духовная смерть. Физическое наказание. Потому что Писание там дальше говорит, если бы вы судили сами себе, то не были бы судимы. А будучи судимы, наказываемся от Господа с какой целью? Чтобы не быть осужденной смертью. О! А это же самое страшное? Быть с миром осуден навеки вечно в геену огненную. Ну, конечно, меня такая перспектива не устраивает быть судимой смертью не в свое время, можно сказать. Но уже если нет другого выхода, то уже лучше вот так, чем еще вечно смучиться грешниками, будучи верующими. Вы мне понимаете, что я этим хотел сказать. Поэтому просто надо смотреть на все вещи открытыми глазами трезвыми. Ничего нельзя ставить в сторону. О чем говорят, писали на сегодняшний день. Иначе просто будут проблемы, и не будешь понимать, что происходит на самом деле. Поэтому я все-таки читаю, потому что время идет. Первый посадник Коринфянам, первая глава, 22-31 стихи. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблаз, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. И вот основной стих, на который я вам даю прошу внимания. Я сначала взял контекст, повторяться не хочется несколько раз, время идет. Посмотрите, братья, кто вы призванные. А эту призву ко мне со стороны Божьей. Посмотри на себя, кто ты призванный. И дальше читаю. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы пострабить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы пострабить сильное, и незнатное миро, и неуничиженное, и ничего незначущее, избрал Бог, чтобы упростить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, исключением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвалить Господа. И вот Господь сегодня мне и вам говорит, или напоминает, посмотрите, братья, кто вы призванные. Здесь Он имел ввиду, посмотрите назад, кем вы были. А в общем-то, сегодня мало говорить, кем вы были, но посмотрите, кто вы есть. Если смотреть только на то, кем были, это же не все. Я сегодня знаю, кем я был, но мне сегодня важно знать, кем я есть еще. А иначе тогда зачем исследовать Писание, зачем исследовать себя, а Писание говорит, вы помните, что Писание на эту тему говорит, вникай в себя и что, что, и в учение, и как часто? Постоянно. Потому что так поступает, ты будешь знать, где ты неправ сравнивать со Словом Божиим, ты будешь знать, что тебе делать надо, ты можешь делать определенный выбор, направление избрать, а где там все-таки вот посмотрите, кто вы избранные. и посмотрите, что и вперед, потому что если ты не знаешь цели, не знаешь определений Божьих, то ты вообще не совсем знаешь, к чему стремиться надо. Поэтому Павел взял одну сторону. Гляньте назад, кем вы были. А мне сегодня важно, кем я есть и кто вы есть. Потому что я сегодня уже сказал в беседе немножко в самом начале, что у Бога для дубовки других людей нету, кроме вас. У него нету других людей. Кто-то приедет, я или кто-то еще. Ну приехали и уехали. А вы постоянно здесь находитесь. И ему сегодня очень важно, чтобы и я, и вы ответили против себя перед Господом, кто вы избранные на сегодняшний день. Те же, что были и раньше, или у вас движение есть вперед уже. Нет ли чего-нибудь парализующего в жизни? Посмотрите, кто вы призванные. И Павел дальше говорит, что немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Что ж тогда делать? Как успеха добиться? Чего не, если мы будем людьми, которые ничем не чечаются от других людей? Зачем бы тогда идти в церковь? Они говорят, и у нас то же самое, что у вас. Да и нас больше, чем вас. Что ж мы к вам пойдем? А Писание говорит, что мы вообще-то даже иногда уступаем тем людям, которые в мире остались, и по разуму, и по благородству. Ну да. Что ж делать тогда? А Бог избрал нас в нем, чтобы пострадить мудрые. Почему? Потому что это мудрое, которое в мире, оно называется безумием перед Богом. Его будущего нет. Потому что эта мудрость, она не связывается с вечной жизнью. Люди живут, они не думают, что время укорачивается, и скоро придется поменять место жительства. Говорят, не думаешь? помните вот эту притчу о богаче, который там много-много накопил, и сказал, что не знаю, куда девать это все, потом сказал, а вообще-то проблемы можно решить, построю новое, а потом сказал, ты безумный. Потому что ты вообще не думал о вечности. Ты не думал о том, что завтра может жизнь твоя кончиться. А сегодня есть день, который можно решить проблему, можно поменять, а сегодня именно. Вы знаете, что у нас нет завтра, у нас есть сегодня только. Завтра не наше. А вот теперь, я живу, я могу выбор делать, я могу сегодня пересматривать что-то. Я вот сказал пару слов, и уже утирал драгоценные секунды времени, они уже прошли. все. Прошло с сколько мы уже, наверное, час, полтора. Уже час скоро отнимем, оно ушло в прошлое, все, мы их не вернем. А вот теперь, когда мы сушим Слово Господне, мы можем менять, менять взгляды свои, менять направления, решения принимать, потому что мы живы. За что благодарение Богу. И время есть впереди. И нет тех тупиков, которые Бог не мог бы разрушить, чтобы мы вышли на свободу. Нету ей. Потому что мы живы, и есть власть Божия, которая может все разрушить, за что благодарение Богу. И вот здесь Павел говорит такие простые, но очень мудрые слова. Избрал Бог не мудрые, немышленные, бесчильные. А как же тогда успеха добиться? А здесь Писание говорит так, что мы проповедуем Христа. А у Нем и мудрость, и сила, и благословение. Они говорят мудрости. Они ищут чудес. А мы Христа проповедуем. У Нем и мудрость, и чудеса, и сила. Нам не надо вот это раскидываться, искать по частям чего-то. Мы взяли цельное что-то. Нашего Господа Иисуса Христа пригласили в свою жизнь. Но должны посмотреть сегодня все-таки кто мы есть на сегодняшний день. Прогласить? Прогласили. Можем питаться его мудростью. Можем владеть его силой. Но когда? Когда будем об этом просить и понимать эти вещи. Можно иметь кого-то, можно иметь жену в доме, жена будет иметь мужа в доме, и не советоваться, не иметь ничего локшего, как будто его и нету. Как чужие. Как будто его и нету. Один человек, напомню, в нашей деревне, я еще маленький был, но я хорошо запомнил, когда он имел нехорошее отношение к другому человеку. Бывают только люди поссорят. Он говорил так, «Я с тобой говорю, а тебя не вижу». «Я с тобой живу в доме, а тебя не вижу». Может быть такое? Может быть. И когда мы как люди иногда вот так поступаем, это очень плохо. А вот когда с Христом так поступаем, очень, 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 никуда не водно. И тогда во Христе мы имеем все. Мы сегодня чудесный псалом пели, как раз по этой теме. «Все мои источники себе». Это источник молодости, это источник здоровья, это источник освобождения от всякой проблемы и греха. И это так. Мы получали исцеление и напрямую мы получали исцеление и через людей, которые занимаются этим. Мы можем считать, что это не от Бога, когда люди участвуют. Но вы знаете что, когда Бог скажет «хватит жить на земле», ни один не поможет. Вы понимаете, что я сказал? И через людей, и напрямую все мои источники в себе. Сам ли я заработал? Или кто-то мне помог? Но я понимаю, и в другом случае, все мои источники в себе. Вот почему мы проповедуем не мудрость, не чудеса, не силу. Мы проповедуем Иисуса Христа распятого. А Он сделал для нас премудростью от Бога. И мы должны за это благодарить нашего Господа. Мы иногда очень интересно поступаем, очень интересно живем, хорошо понимаем, что Иисус Христос для нас делался всем, и мудростью, и всем. И мы неправильно понимаем эти вещи, когда говорим, мы имеем ум Христов. Вы когда-нибудь такое слышали, говорили, что имеем ум Христов? Не говорили? Так плохо делали, что не говорили? В Библии так написано, что мы его имеем. Другое дело, что я не Христос, и моя голова не Христова. Я имею мой просвещенный разум, мой просвещенный, который может что-то понимать. Но если уже докапываться до центра, то его голова думает, в его голове ум его. А я могу у него спросить, Господь, а как мне сделать вот это, слушая, по твоей мудрости? Вы меня поняли, что я сказал? Мы часто помолились, ответа не получили, делали и расписали, что-то о Господней мудрости. Господь говорит, а меня там вообще и не было и были. Сейчас понимаете, что я говорю? Христос то глава. Мне во ум. И когда мы получаем откровение, сделать что-то, вот как раз это и есть от его ума, от его разума. Как оно пришло откровение? Через мой разум или как? Но оно от него должно прийти. Я иногда немножко говорю так, не то, что шутя, и может быть, не с каким-то сарказмом, не для того, чтобы уязвить. Когда выбирают пастора в большой церкви, то вместо одного выдвигают десять. И все говорят, у меня ум Христов. Слушайте меня хорошо? Это что, Христос разделился на десять человек, на каждому свое подсунули, листов. Нет. Наш разум, наши взгляды и так далее, и так далее. И потом уже оказывается, что да, кто-то и ум Христов имя получил от него, а кто-то просто так. Свад, брат, честь, и так далее, и так далее. это аргументы. Вот здесь Писание говорит, братья, смотрите, кто вы призванные вот на сегодняшний день? Есть вот именно вот такой подход или нет его? Говорит, не надо искать какой-то мудрости, чудес, знамени. Христа надо искать. А в нем все. Он сделал все для нас. То есть, он согласился перед отцом. Я буду им помогать. Я буду думать за них. Я буду планировать все для них. Лишь бы только они соглашались со мной. Потому что еще не соглашаться? Нет. Я не раз говорил, что даже пасты будет от Бога на 100%. А церковь не примет почему-то, ничего не будет. Вы со мной согласны? Не будет ничего. Она должна принять. А еще нет, значит нет. Так, братья, сестры, кто бы призванный на сегодняшний день? Вот какое влияние на людей? Это самое первое, о чем мы должны заботиться. Как себя люди чувствуют в нашем присутствии? Говорят, появилась сестра церкви, вообще она в сторожах, кто ее знает, что она выкинет. Влияние. Один человек, он 15-20 напряжений может держать. Появился кто-то. О, слава Богу, вы расплышли, появился другой, все жалясь. Кто вы призванные? Когда вы приходите в церковь, по вашему влиянию, кто вы? Когда вы приходите домой, как мать, как жена, по вашему влиянию, кто вы? Вы мне хорошо понимаете, что я хочу сказать? Я простые вещи, обыденные. Приходим мы в магазин, какое влияние оказываем на людей? Проходим на работу, какое влияние оказываем на людей? Это ответ на вопрос, кто вы призванные? Прошлое там, немного мудрых, немного разумных, оно все осталось там уже, там. Вообще оно уже должно остаться там. А уже на сегодняшний день, когда Христос стал спасением нашим, когда Он мудростью сделал все для нас, когда Он сделал все силой для нас, уже совсем другое, кто вы призванные? Мне очень хотелось чтобы мы сегодня честно перед Господом, не мне, даже не брату Михаилу, а перед Господом дали ответ, кто я? Кто я на сегодняшний день? Вот на том уровне, на той глубине рассуждений, который у вас сегодня есть, по результатам вашего общения с кем-то, кто я? я говорил на эту тему недавно на празднике жатвы, когда Христос говорил, указал на нивы, которые побелели, которые готовы к жатве, и Он там сказал одну интересную вещь, другие трудились, а мы или вы вошли в их труд. Сегодня брат Михаил говорил о том, что там отец трудился, мать, а он вошел в их труд. Кто-то проповедовал Евангелие в этой деревне, кто-то что-то строил, а вы вошли в их труд. А дальше? Мы обреченные, когда мы покаялись, когда оскорили колени перед Господом, мы стали членами церкви. Ну, не совсем членами народа Божьим стали. Я просто так выражу вот эту мысль. И все! Мы вошли в труд. А дальше что? Три варианта может быть. Ничего не делаем, может быть такое. Второй вариант. Делаем и созидаем. И третий вариант. Разваливаем то, что кто-то делал. Вдумались то, что я сказал? Мы вошли в труд. Хотим мы или не хотим. Мы уже заставили себя не понимать. Но если мы вошли в труд, если стали народом Божиим, мы выбираем вот эти три варианта. И не выбрать не можем ничего. И один только приемлемый. Когда мы делаем по воле Господней, когда мы трудимся и созидаем. А когда ничего не делаем, то Писание говорит, кто со мной не собирает, тот что делает? Расточает. Пожалуйста. А уже кто открыто расточает, тот говорит ничего об этом. мы вошли в трубки. И я сегодня возвращаюсь именно к этому вопросу, как я сегодня поставил. Кто вы призваны? На сегодняшний день я очень хочу, чтобы Господь сегодня поменял наше сердце, поменял наши взгляды. Чтобы мы сегодня не считали себя ни на что не способными. Такого быть не может. быть не думали, что мы не нужны никому. Такого быть не может. Я еще раз повтораю, у Бога других нет. И то, что он сегодня делает, может быть иногда и больно нам слушать что-то, он обрезает. Вы знаете, виновратная лоза тоже. Вы помните это местописание? Кто я из глазами, ветви, кто проносит плод, то, что Бог делает? Обрезает его, и Бог больно, чтобы еще больше плода принес. Потому что есть нечто то, что может мешать приносить плод, это Господь обнаруживает и обрезает. Пусть Господь благословит нас, чтобы сегодня Слово Господне было принято нами. Я вчера говорил в одной проповеди, напомнил, что когда говорил о чистоте черта, в принципе я и сегодня об этом говорю, только немножко с другой стороны подход. И Писание говорит, послушаем истине, через духа, очистившие сердца ваши, к лицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Помните это местописание? Это то, что мы можем делать с помощью Господа, но с нашим участием. Я напоминал еще один текст Писания. который там немножко по-другому звучит. И обрыжет Господь сердце твое, и сердце потомства твоего. А это уже больше, более. Но я более имею в виду не больше, а болезни. Когда обрызает. Я очень хотел, чтобы вы были послушны. Это самый лучший вариант. Не ждать, покуда в мире кто-то будет принимать какие-то. А это возможно. Я проводил пример один, что так может быть, когда мы хотим, Бог удаляет то, что нас мучает. Но это надо пожелать. Потому что Писание говорит, он наполняет благами желание твое. Обновляется подобно орлу юность твоя. Желание. А если нет желания, нечем наполнять. Некуда благо ложить. А если что, есть противление, ты меня не трогай, потому что я такой, я пожилой, я нервный, я я защищать. Кто будет делать дело какое? И тебе так нравится, ты меня не трогай, то никто и трогать не будет. Но в конце концов вешность впереди там двери останутся закрытыми. Я привел один пример. Меня очень удивляло, когда говорили о зависти, я никак не мог понять, как это завидовать. Думаю, ну как, ну как завидовать можно? Раз, два, три, зависть, посмотрю, там кто-то есть, хорошо, слава Богу, нет у меня ничто, нет, но нет. Думаю, Господи, ну как это завидовать? и вдруг на меня сваливается зависть. Спать невозможно. Все время мышь вращаясь в руку этого вопроса, куда-то не пошел тебя преследовать, я тебе три дня выйду, скажу, Господи, убирай, все, хватит, уже знаю, кто ты такой. Помолился и нету, и сегодня, слава Богу, нету. Но это для меня пример, как Бог просто и легко может отнять то, что является проблемой нашей жизни. Но я этого захотел, это мне было противно. И я понял, что это болезнь жестокая. И раз, и нету. А если бы Бог начал обрызать? Ну, не так, наверное, было бы. Там было обстоятельство, там было нечто другое. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы были послушны Слово Божие. Подумали и сказали. Честно первый год Господь, а у меня вот это вопрос, это помоги мне. Я не хочу, но оно мне есть. Я воюю. Я плачу от этого, но оно есть, помоги мне. А Он сделался для нас всем. Вот как здесь написано. Он для нас сделал, Он сделался, не мы его сделали. Он сам сказал, возьму на себя все это, буду помогать им. Но тогда, когда они этого будут хотеть, тогда они будут согласны. Да, иногда Бог делает, когда мы не согласны, но это кто-то просит со стороны. Но я иногда вот посмотрю, как мы молимся за других, как люди соглашаются молиться, я говорю, Господи, нет, лучше я буду за других молиться, чем мне просить, чтобы кто-нибудь помолился. Не хочу. Не хочу. Пусть лучше я буду за кого, но не хочу, я знаю, как это непросто, и как это тяжело. Но я понимаю, сущность саму, потому что у каждого есть проблем, у каждого есть трудности. Это мы часто думаем, как у нас, но уже больше ни у кого такого нет. это. Вы знаете, что, еще и почище есть, еще и посильнее есть. Поэтому пусть Господь поможет нам в сегодняшний день быть послушным Слову Господнюю. И когда мы будем молиться, а мы уже будем молиться, потому что время идет, будем склонять колени, чтобы мы сегодня хотя бы в некоторые меры, хотя бы на некоторой глубине могли встать при лице Господи, сказать, Господи, а кто все-таки я произвольный? Какой я функции выполняю? Чем я занимаюсь? Павел просил думать об этом. Посмотрите, братья, кто вы призванный. И еще раз повторяю, он назад обратил внимание, а я чего не хочу на сегодняшнем мое положение посмотреть. И знать план Божий, чтобы сравнить, достиг я что-то или мне еще идти надо. Я не могу остановиться только на прошлом и на настоящее, когда у меня нету цели, куда двигаться? Я не знаю, куда мне двигаться. Вы скажете, к жизни вешаем, ну да, это точно, а все остальное, все остальное подвосклоняем колени, молимся. Пусть Господь поможет нам посмотреть на себя Божьими глазами и ответить сегодня, кто вы призваны. И если все нормально, благодарить Господу, если ненормально, сказать, Господь, вот моя проблема. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть милость Божья совершает свою работу. Склоняем колени, молимся. Господи, и все Богу, что Богу прежде Хорца нет, же городу нас Иисус, мы хотим благодарить и славить нас за Твою любовь, которую Ты прощаешься нам. И мы, Господи, никогда, наверное, на полную глубину этого великого счастья, которое заключается в том, что Ты стал для нас премудростью от Бога, что Ты стал, Господи, тем историкам благих состояния, где, Господи, все для нас закрыто или, Господи, открыто через Твои любвище и сердце и чудеса, и знамения, и исцеления, и здоровья, и хлеб на зубе, и все, Господи, необходимое для жизни. И, Господи, Ты являешься и компасом для нас, указывая наше направление от Твоей мудрости, ибо в эти хитросплечения в жизни, особенно, когда дьявол пытается вмешаться в нашу судьбу, нам надо так трудно бывает разобраться, куда, Господи, склонить свое сердце, ибо одно, и другое, и третье надо, и все, Господи, оно не лишнее для нас. И как, Господи, нужно в этом благословение, иметь, Господи, источник Твоего благословения, иметь, Господи, сам вид от Тебя, от Твоей божественной мудрости, от Тебя, как от главы тела, потому что мы являемся главой, мы швины Твоего тела, всего, беже, Господи, и еще члены тела не подчиняются голове, они, Господи, не просто полезны, они могут мешать, они могут, Господи, принести вред, потому что мы попали в те трудные ситуации и получить, Господи, воли, получить увежливый Отец, а мы, как члены Твоего тела, хотим знать свое место и свое назначение, мы хотим, Господи, сегодня пришвите Слово Твоего, ответить перед лицом Твоего, кто сегодня перед Тобою, приспанный Тобою, оправданный Твоей святой кровью, ибо, Господи, Ты стал для нас и праведностью нашей, Ты стал Господи освящением и искуплением, и в этом, Господи, с какой бы стороны мы ни подошли, мы нуждаемся в Тебе, мы не можем быть святыми без крови Твоей, мы не можем быть свободными без искупления, без, Господи, собой совершенной жертвы, мы не можем быть, Господи, праведными, если не будем иметь Твои советы, что нам делать, как нам направлять пути своих, ибо часто то, что нам, Господи, кажется нужным и приятным, Оно, по счастью, приносит вред. И только, Господи, тогда, когда мы введем к Твоему совету, тогда имеем полноту всякого благословения, тогда, Господи, мы не печалимся, тогда, Господи, не сожалеем о соделанном, потому что Ты, Бог, укрепляющий и возносящий нас, Господи, над этой земной жизнью, над этими земными проблемами. Но мы, Господи, однако благодарны Тебе за то, что, несмотря ни на что, Ты любишь нас, и мы это знаем, мы благодарим Тебе за хлеб насушный, который мы имеем, мы благодарим Тебе за здоровье, хотя часто нам кажется, что его должно было быть больше, оно не помешало бы, но Ты, Господи, даешь столько, сколько надо, для того, чтобы мы могли совершать труд на Ниме Твоей, могли служить Тебе и славить Твое великое имя. Нешно, Господь, благодаря Тебе, это сообщает. Я, Господи, не встану благодарить Тебя за Голгофскую шерпу, за подвиг, совершенный на Голгофе, за силу Твоей крови, ибо все остальное, оно блекнет по сравнению с этим подвигом, Господь, потому что мы куплены дорогой ценой, ценой Твоей крови и жизни, за что слава Тебе и благодарен. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эту церковь. Ты знаешь, каждого члена в отдельности по имени, Ты знаешь, все проблемы скрытые и открытые, Ты знаешь, Господи, все скорби и переживания, которые переносят члены этой церкви. Поэтому, Господь, я прошу Тебя благословить. Ты знаешь, сколько здесь еще неспащенных людей. Ты знаешь, как они, Господи, чужды Тебе, как, Господи, отворачиваются спиной и отвечают на Твой зов. Но ты дай, Господи, ревность Твоему народу. Ты дай, Господи, любовь к Тим погибающим людям, чтобы они могли нести их на руках молитвы перед лицом Твоем, чтобы еще многие в этом все линии покаялись, чтобы, Господи, признали Тебя своим личным спасителем, напомнили, Господи, это здание, и чтобы, Господи, песни хвалы Тебя, вновь нужд, лишь без Господа Его народа, с нашей, Господи, земли. Потому что она скоро, Господи, будет пребрежена Тобою, и через короткое время может вообще, Господь, исчезнуть. И пока, Господи, живем на земле, походу, Господи, верность еще не скрыла нас от этой вредной жизни, мы хотим молиться Тебе, чтобы Ты совершал свой труд через нас. А для этого помоги быть каждому из нас на своем месте, быть, Господи, тими сосудами, которые Ты можешь взять в удел, и иметь ту мудрость, которая изливается от Твоего источника, чтобы, Господи, в художественное время мы, Господи, как земледельцы, могли первым укусить радость от своего труда, увидев спасенные души, и прежде всего наших родных и близких, наших сыновей и дочерей, наших мужей, отцов и матерей, всех тех, кто дорог нам, Господи, по родству, по плоти, за которых мы сегодня не переживаем, как из-за единокровных наших, как за тех, Господи, которые, может быть, Господи, ускорбили нас и вырастили, но сами еще не имеют спасения, чтобы, Господи, мы могли переживать глубоко за тех, кого, Господи, мы произвели на смерть, и кто, Господи, пришел в мир через нас, голосами также и их, и пусть, Господи, Твое благословение покроет каждого из нас, Господи, голосами также брата Михаила, ты знаешь его, Господи, желания, ты знаешь его семью, жену, детей, дай Твое благословение, чтобы он мог, Господи, трудиться на небе, чтобы он мог, Господи, выполнять эту чашу молитв за Твой народ, и чтобы, Господи, и в его служении было прославлено и возвеличен Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет бежная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.